Библейский портал экзегет.ру представляет Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение и толкование Священного Писания Ветхого Завета на библейском портале экзегет.ру. И остановились с вами на восьмой главе книги пророка Иеремии. Восьмая глава есть продолжение слова во вратах храма. В седьмой главе мы с вами говорили о том, что нельзя лицемерить, сидеть, можно сказать, на двух стульях. И, соответственно, во вратах Дома Господня это образ Христова слова. Уже через шесть веков пришедшего в этот мир и обличающая своим словом, как мечом, призывающий к войне со своими страстями, а не потакание им. И вот восьмая глава является продолжением вот этого обличения внутреннего разложения с призывом через внешние страдания прийти к покаянию. Ибо внешние страдания неминуемо придут. Лучше сейчас исправить свое внутреннее, очистить свой внутренний сосуд и стать обиталищем Духа Святаго, благодати. Именно в долинах Яноновых, долине благодати, чтобы не стать другой долиной гиеной огненной. Именно гиена от Янона, Янон благодать, а гиена безблагодатное место. Чтобы не стать душой безблагодатной, сосудом, оскверненной всяким лицемерием, и хистом обманом, которое, мы видели, произошло во времена Бога-человека. И именно по этой причине, что Он обличал их внутреннее разложение, они Его и распяли, уверовали, потому и распяли. И вот в данном случае, восьмая глава, и есть продолжение этого очищения, внутреннего очищения сосудов душ жителей Иерусалима. Первый стих. «Вот время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды, и кости князей Его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их». Смотрите, все люди-управленцы, цари управляют, кости будут выброшены, князья кости выброшены, вторая категория, третья священника кости выброшены, пророков кости, то есть подразумевается лже-пророков, кости выброшены, и кости жителей Иерусалима, все слои населения перечислены. Кости — это лжепринципы, это принципы паразитарные, то есть жить за счет других. Священники живут за счет прихожан, князья живут за счет налогов, цари живут за счет разврата и тех, и других, и народ сам то же самое возлюбил страсти, нежели паче истину. Поэтому мы помним, что кости Бога-человека не были перебиты, а кости разбойника по левую и по правую сторону были перебиты. То есть принципы их жизни были перебиты, а принципы жизни, которые дал нам Господь, девять заповедей блаженств, они будут до Второго пришествия и после даже Второго пришествия. Второй стих. «И раскидают их пред солнцем и луною». Вот все эти цари, князья, священники, пророки, они же все знали, что там пирожки эти варят, оставляют их или пекут, оставляют на подоконнике их, поклоняются Богу луне, и никто ничего не обличал, и сами вкушали эти пирожочки. Вот здесь их раскидают по этому пред солнцем, которому вы поклоняетесь, и луною, для которую вы царицей небесной, то есть луна тогда была языческим Богом. Все это будет уничтожено. Перед всем воинством небесным поклонялись, то есть звездами, звездам поклонялись. То есть, по сути, иудеи стали язычниками, которых они любили и которым служили, то есть своим страстям, по сути. Вслед которых ходили, то есть служили, ходили, любили. Такие глаголы показаны, что человек настолько развратился, что для него цель жизни, как этим Богам послужить. Как у пьяного или курящего человека с утра сразу, как покурить и где достать на выпивку. Вслед которых ходили, которых искали, которым поклонялись, то есть вот они, четыре глагола, любили, служили, ходили, искали, поклонялись, даже пять. Не уберут их и не похоронят. Они будут навозом на земле. Вот Бог кости хранит праведников. Мы, может, помним, от костей Елисея воскрес человек. И кости гробницы это относится с благоговением. А здесь, как навоз, все будет валяться и попираться ногами, потому что они жили по принципам лжи и обмана. Третий стих. «И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф, потому что их жизнь будет невыносима, потому что они отвергли. А чтобы очистить, Господь и попустит эти скорби. И эти скорби будут невыносимы, потому что метастазы страстей настолько глубоко засели в генофон, так можно выразиться, человека, что только путем очень больших страданий, как многие святые, сами добровольно уходили в пустыню, подвергали себя. А здесь будет добровольно принудительное очищение генома иудейского народа». Четвертый стих. «И скажи им, так, — говорит Господь, — разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» То есть вы упали, так восстаньте. Вы совратились, так вернитесь назад. Ничего не стоит, ведь покаяние — это совсем благоразумный разбойник, покаянием пятиминутным вечную жизнь приобрел. Так вы то же самое. Покайтесь, и все, изменится жизнь ваша. Искренне покайтесь. Это измените образ жизни, образ мысли, образ жизни. Ортодоксия, ортопраксия. Пятый стих. «Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве?» Мы не понимаем. Вот вы стоите в болоте, но выйдете из болота. «Я грязный, люди кричат, мне плохо, так выйдите». «Не, не хотим вы хотеть». Так что вы тогда кричите? То есть вот такое вот состояние зомбирования. Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Есть такое социальное зомбирование, если такой термин можно выразиться. Если все в голливудский фильм там должны иметь машину, вот человек разобьется, но он машину купит, будет в карьеристом, будет жить за счет других, убивать других людей, но он обязательно купит машину. Это вот социальная такая установка. Или другой модница, женщина, она обязательно голодовать будет, но вот она себя накрасит губы, себе серьги поставит, каблуки вырастет. То есть социальный запрос есть, реклама прошла, и все бегут покупать. Зачем? Что без каблуков нельзя обойтись, без сережек, без вот этих губных помад с абортированных детей. Это ж можно обойтись, это же не насущный хлеб. Нет, вот человек, мода. И эта мода, как ослёта бегут за морковкой, просто загоняет человека в безумие. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. А кто это никто? Ни цари, ни князья, ни священники, ни лжепророки, ни сам народ. Никто не хочет каяться. Всем выгодно жить. Выгодно жить во страстях. Каждый обращается на свой путь и говорит, что я сделал? Я же такой, как все. Что я сделал? Ну вот просто идеальная картина для современного мира. Точно так же сейчас говорят. Да я ничего не делаю. Все так делают, и я так делаю. То есть такая круговая порука, общественная круговая порука. Как конь, бросающийся на сражение. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся на сражение. То есть это как борьба с ветряной медленцей. То есть люди сражаются, какие-то достигают успехов, какие-то социальные выполняют запросы, никому не нужные. Например, устроить какую-то демонстрацию. Первое мая. Уже давным-давно отрубили февральская революция 1917 года. Первомайская революция. Мы до сих пор эти праздники отмечаем. Новый год отмечаем. К чему? Зачем? Кто его установил? Откуда этот праздник пришел? Ну, Рождество Христово понятно. Две тысячи лет справляли. Вдруг Новый год появился. Мы уже вроде после 1988 года уже православные, многие воцерковленные, до сих пор отмечаем какие-то лжепраздники, корпоративные связи. Зачем они нам нужны? Они же ведут к разврату, к спаиванию населения. То же самое и тогда все было. И аист под небом знает свои определения времена. То есть здесь в данном случае в 7 стихе пророк Иеремия, вот это словеса Божьи, то есть Бог через пророка Иеремия говорит, что даже животные умнее вас, люди. То есть вы в своей злобе утвердились, но животные даже поступают лучше, чем вы. И аист, ну и птицы, животные, и аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня. То есть, о, ты образ и подобие Божие, ты царь, первосвященник и пророк, ты раскрывай свои возможности, приобщайся к Богу, уподобляйся Ему. Ну, без Бога нельзя стать Богом, а у нас эти возможности есть. Животные не имеют этих потенциальных возможностей, человек имеет. И вы хуже животных, а скотинились. Даже когда называем мы человек, ты как поросенок стал, мы поросенка оскорбляем. То есть получается, что человек стал хуже даже животных. Восьмой стих. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников его превращает в ложь. То есть люди, которые живут в этом мире, они говорят, мы мудры, мы знаем философию, знаем психологию, знаем науки, в космос полетели. А то, что нужно любить Бога и любить ближних, и отдавать душу за други свои, за родину, это не для меня. То есть знания опережают воспитание. Воспитание нам не надо. Нам нужен образованный потребитель. То есть развращение полное идет. Девятый стих. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господнее. В чем же мудрость их? В чем же мудрость их? А мудрость в разложении, мудрость в паразитировании, это уже не мудрость. Это уже насилие. Десятый стих. Зато жен их отдам другим, поля их иным владителям. Потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От порока, пророка до священника. Все действуют лживо. То есть пренебрегаются каноны церкви, пренебрегаются православные устои, традиции, отвергаются догматика, искажаются, экуменизм начинает процветать. Потакание страстям власть имущим. Вот то же самое, что было тогда и сейчас. Одиннадцатый стих. «И врачуют рану дочери народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира-то нет». Вот очень прям похоже на современную ситуацию. Одиннадцатый стих. Даже толковать не надо. Двенадцатый стих. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет, не стыдятся. Полуголые ноги по телевизору показывают, дом-2, там еще какие-то дома. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет. Даже в президенты метят некоторые. Нет. «Они нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут они между падшими, то есть духами даже падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь». То есть как солома будет проверена огнем. Тринадцатый стих. «До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоковницы, не смог вы на смоковнице. И лист опадет, и что я дал им, отойдет от них». Вот притча о талантах. Талант человек закопал землю, два таланта принес еще два, то есть четыре. Пять талантов принес еще пять. А тот, кто закопал, отнимется от того, что имеет, и предастся тому, у кого десять, будет еще одиннадцатый талант. Четырнадцатый стих. «Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем. Ибо Господь, Бог наш, определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом». То есть мы видим, что здесь показано, как человек в безумии своем готов на уничтожение. И вместо того, чтобы покаяться и спасти свой город, и свою семью, и себя лично, и государство, он в безумии своем готов на смерть. Вместо того, чтобы принести покаяние, еще он исправится попросить года в жизни. Пятнадцатый стих. «Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы». То есть люди ждут мира без покаяния. То есть экологические решают вопросы, социальные какие-то проблемы решают, политические. Но ни одна партия в Государственной Думе нет слова покаяния, нет слова призыва всенародному покаянию к исповеди, к причастию, к приобщению, к православной традиционной вере, тысячи лет воспитанной на нашей Руси святой. Пятнадцатый стих. «Ждем мира, а ничего доброго нет». Вот мы ждем мира, со всеми мир заключаем, а Христа отвергли. Без Христа мира не будет. Мир и безопасность без Христа – это пагуба, вечное мучение. Вот ужасы. Вот этот ужас, который сейчас надвигается тоже у нас. Шестнадцатый стих. «От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов дрожит вся земля, и придут и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем». Само имя Дан, почему не другие? У нас двенадцать патриархов, а еще и от Иосифа, еще и Ефрева, Моносия. То есть, ну, в общем-то, двенадцать патриархов. Почему именно Дан здесь выбран? Дан – это суд Божий, суд Божий без милости, суд без милости тех, кто не сотворил милости. Поэтому храп коней – это своего рода конь, это символ чувственных наслаждений. Вот этот храп коней, когда конь необузданный, он храпит, он им хочется бежать куда-то, у него силы много, он гробко ржет. Подобно тому, как у нас реклама передается, все с улыбочками, или в фильмах там смеются, жеребцов дрожит вся земля. Вот точно прям как и сейчас дрожит вся земля от этих рекламных всяких передач, от праздничков новогодних, мартовских и так далее. «И придут истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем». 17 стих. «Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь». Блаженный Иероним говорит, что змеи-то по сути темных духов, заговоров против них нет. Как может колдун заговаривать или исцелять, если он одного беса сменит на другого? То есть смысла никакого нет. То есть Господь пошлет вот этих всех гадов, змеев, людей в этом состоянии. И не будет никакого спасения, только Бог через покаяние может исцелить. Никто нас не исцелит, никакой колдун-знахарь, там, приворожу-отворожу, я потомственная колдунья, газеты переполнены. 18 стих. «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне». То есть человек, который, пророк в данном случае, он от своего собственного лица говорит, «когда я утешусь в горести моей». То есть люди не слышат, сердце изныло во мне. То есть ну как же? Люди все идут на смерть, никак не поймут, что только нужно всенародное покаяние принести, и все изменится, все исправится. Никто не хочет слово произнести, прости, попросить друг у друга прощения, искренне покаяться у своих злодеяний, а значит исправиться. 19 стих. «Вот слышу вопли дщери народа моего из дальней страны». То есть уже как тех, которые остались живых, и пророк Иеремия, он в будущее уже смотрит 19 стих, что «вопль будет там, те, кто останутся в жречере народа моего в дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтозными?» То есть здесь исповедание и покаяние уже позднего покаяния, когда уже они будут в плене в Вавилонском. И в то же время «зачем они подвигли меня на гнев своими идолами?» Это уже слово самого Бога. Зачем они подвигли? Можно же было пораньше покаяться. Позднее запоздание или позднее зажигание произошло. Как говорят, выхлоп в двигатель. Поэтому уже двигатель не работает. Он выхлапывает, все выскакивает, а машина стоит на месте. То есть душа, она не двигается к Богу, а она стоит на месте. Позднее покаяние, как уже толку нету от него. 20 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Такая плачевная констатация факта. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Такое сожаление, плач духовный. 21 стих. «О сокрушении черри народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня». То есть черь, то есть пророк уже видит, что Иерусалим будет уничтожен, что многие будут убиты, а оставшиеся в живых пленены. И пророк сокрушается за весь народ, подобно тому, как здесь 21 стих «Образ Христа». Бога-человек сокрушается за весь еврейский народ, и не только еврейский, а за все человечество. «Хожу мрачен, ужас объял меня». Действительно, на кресте Гефсиманском саду ужас объял Бога-человека. 22 стих. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления черри народа моего?» Это констатация факта для тех людей, которые останутся в живых, что внешний бальзам не поможет. Нет такого бальзама внешнего, который бы исцелил внутреннее терзание души. Разве нет там врача? Нет того там врача, потому что настоящий врач – это Христос. «Отчего же нет исцеления черри народа моего?» «Потому что нет покаяния». И поэтому затмены, зашорены глаза людей. Они не видят Христа, они не видят истину, а впоследствии Христа. И, соответственно, распнут его. Поэтому 8 глава – это некое такое продолжение 6-7 главы внутреннего разложения человека и в Иерусалиме, и человека, который потерял православные принципы жизни. Кости такого человека будут разбросаны. Если кости Иуды, кости царей разбросаны, кости князей, то уж подавно и людей 21 века, которые беспринципно попирают законы Божьи, законы блаженства, заповеди блаженства, и отвергают символ веры, они тоже будут попраны. Поэтому искажать догматику, искажать нравственность – это значит идти на самоуничтожение. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть, как сейчас кричат «мир и безопасность». Давайте объединимся, давайте у нас одна нравственность. Не может у нас быть одна нравственность с сатанистами, кришнаитами, баптистами, адвентистами, мормонами. У нас нравственность православная. И совесть у нас должна быть православной. Критерий ветхо-новозаветных заповедей. И наш символ веры, он должен быть без искажения. Поэтому все попытки исказить благочестие, убрать или сократить там богослужение и приравнять его к католическому или протестантскому прототипу, песенками всякими, халилуя – это все есть обмерщение, секуляризация еще по-другому назвать, и самоуничтожение. Поэтому мы и призваны, опираясь на восьмую главу, сказать, что благочестие повторится, вывод то, что был у нас и в седьмой главе, что благочестие главнее благополучия. Благополучие без внутреннего благочестия – это ложь, лицемерие и обман. Поэтому Русь святая, хранив веру православную, можно добавить. И мы, как наши предки тысячи лет, хранили веру православную. И дом, наша Русь была домом Богородицы, домом Пресвятой Троицы, чтобы она была и осталась таковой. И не поддаваться никакие искажения и внутреннего разложения нашего личного спасения, семейного, общественного, государственного, которое тысячи лет было построено. Только в последние 300 лет синодального, 200 лет синодального и 100 лет атеистического безбожия, вот эти 300 лет иго сатанинского и привело, и приводит сейчас нас к такому самоуничтожению, сокращению населения, самоуничтожению человека как личности, приводит его в ловушку трансгуманизма, экуменизма, и всяких этих измов уже фашизма, социализма прошли. Сейчас другие уже приходят принципы. И мы должны понимать, что время пророка Иеремии никуда не ушло. Все развивается под тем же самым принципом. Одна и та же ловушка дьявольская сотворяется для нашей погибели. И, поучившись во древних, отвержен внешне и, в первую очередь, будем хранить внутреннее благочестие. А все остальное, как сам Господь сказал, приложится к нам. Аминь. Аминь.